Следить нужно как за состоянием своей души, так и за здоровьем, считают участницы мусульманского клуба. Многие из них впервые пришли на фитнес, чтобы лучше понять свое тело. Когда сам грудной отдел начинает замирать, за этот отдел начинает работать нижний отдел нашего позвоночника, поясница, и он начинает вращаться. И вот и происходит вот это истирание позвонков, появляются вот эти грыжи, и сама прямая функция на сгибание, она начинает тоже немножко затухать. Упражнения направлены на правильную работу позвонков, мышц и суставов, что в дальнейшем помогает женщинам сделать скелет более гибким, а значит избавиться от болей. У нас образ жизни такой, что мы вот уже все в своих гаджетах, стрессовые какие-то ситуации, и когда уже человек начинает раскрывать грудную клетку, улучшается самочувствие, состояние, психоэмоциональное состояние в том числе, и когда еще видим положительный результат на своем лице, потому что стареть никто никогда не хочет, то, соответственно, спрос очень большой на наше занятие. Проект «Гибкое тело. Молодое лицо» позволяет женщинам не только оздоровить и омолодить организм, но также разнообразить досуг и пообщаться. Особенно это актуально после длительного перерыва. В период пандемии женщины не могли встречаться. Мы приглашаем сюда, в принципе, не только мусульманок, а вообще всех женщин, которым интересны наши темы. А темы мы для нашей встречи выбираем разные. Это и семья, это воспитание детей, это взаимоотношения семейные, супружеские взаимоотношения. Слава Богу, появилась такая возможность, и молодежный центр «Ковер» распахнул свои двери. Подобные встречи фитнес-инструкторов для мусульманок будут организовывать и впредь. Вы также можете принять участие, посетив занятия мусульманского женского клуба. Светлана Шумкова, Рафаэль Ракипов, Новости НТР.